Добрый вечер. В прямом эфире новости Татарстана в студии Лисан Сабирова и кротко о главных темах выпуска. В центре города открылся дом предпринимателя. Должна работать система, а не ощущение. За какой помощью могут обратиться бизнесмены Альбина Слагараева. За свежей кровью. В одном вымене только молоко. Это уже, считай, уже не корову. Бычков и коров в Татарстане становится меньше. Почему и где? На это идут вынужденно. Узнал Рамин Шайдулин. Герой нашего времени. За этим забором у нас внутри свой круг, свой мир, своя философия. Достойная жизнь до конца. О том, как хорошие дела не остались незамеченными в сюжете Динары Камаловой. Марафон праздничных ёлок и переезд ледового городка. Все новогодние ёлочные комплексы будут работать в новогоднюю ночь. Как Казань готовится к Новому году? Узнал Слават Мухаммадулиан. В Татарстане кардинально меняют отношение к бизнесу. Дом предпринимателя открылся сегодня в Казани. В многофункциональном центре они получат не только финансовую поддержку, но и консультацию по разным вопросам. Здесь же помогут начать своё дело. Обучат и включат в республиканские программы. Насколько уютно в новом доме. Альбина Солгараева. Это не просто многофункциональный центр, это настоящий дом для предпринимателей. Бизнесу здесь будут помогать, а бизнесменов не просто консультировать, но и переобучать и всячески поддерживать. Можно ваш паспорт, пожалуйста? Да, конечно. Время – деньги. А здесь предприниматель может быстро решить сразу несколько вопросов. А значит, сэкономят рублей, минуты, нервы, уверена Римма Зайнулина. По всем учреждениям достаточно тяжело. Приходя в одно место, можно получить все виды услуги. Проект сегодня презентовали президенту республики и заместителю министра экономики страны. Показали два функционирующих этажа и третий, в котором в перспективе появится каворкинг, переговорный и образовательный центр. Предприниматель, видя такое внимание, конечно, совсем по-другому должен воспринимать свои перспективы. Должен видеть те возможности, которых до этого не видел. И должен видеть отношения со стороны государства, когда государство становится помощником, а не ассоциируется с административными барьерами. В этом доме предпринимателя прописался и республиканский листинговый центр. Очень доволен, что они здесь расположены, но увидел предпринимателей, которые один раз уже презентовали. Очень долго работают. Нам надо повысить, ускорить все эти процессы. Должна работать система, а не ощущение. Мы должны четко говорить предпринимателю, почему мы ему отказываем. Если не отказываем, быстро должны принимать решения. Еще один центр, который уже принимает население, президент также посетил сегодня. А что касается дома предпринимателей, то в полную силу он заработает в следующем году. Главным показателем успешности станет количество предпринимателей. Альбина Слагараев, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Развитие банковского сектора республики и дальнейшие шаги по расширению сотрудничества. Эти вопросы обсуждали в Доме правительства. Рустам Мениханов встретился с заместителем председателя Центробанка России Русланом Вестеровским. Здесь же представили нового управляющего отделением, Национальным банком по республике Марата Шерифулина. Он был назначен на эту должность приказом председателя Банка России 8 декабря. Уровень социального самочувствия татарстанцев измерили специалисты. Сегодня на заседании экспертного совета при КФО представили данные социсследований. Как в течение года татарстанцы реагировали на те или иные события. Так, без малого 80% опрошенных довольны положением дела в республике. Высокие рейтинги доверия у Владимира Путина и Рустама Мениханова. Причинно-следственные связи изучил Дмитрий Аринин. Что касается ситуации с Татфонбанком, население эту ситуацию переварило. О том, что забылось и что твердо устояло в сознании людей, республиканские федеральные социологи и эксперты следили целый год. Главное, что отметили к финишу 2017-го, почти 80% опрошенных довольны положением дел в республике. Главная установка это настрой большинства населения на позитив. Позитив связанный прежде всего со своим личным социально-экономическим положением. То, что люди живут в достатке, говорят больше половины участников соцопросов. Высокие рейтинги доверия на уровне 80% в течение всего года получали президент России и президент Татарстана. Судя по соцопросам, на выборах 2018-го года Владимир Путин получил бы более 60% голосов. Массовое социологическое исследование это все-таки наука, в отличие от мнений отдельных экспертов. Это вопрос большого количества населения, это репрезентативные выборки. Как еще говорит социология, тема изучения татарского языка в республике не стала резонансной. Как подсчитали эксперты, она коснулась лишь 20% татар. В сфере актуального восприятия у нас эта проблема не фигурирует с точки зрения ее резонансности. Исследователи добавляют, большинство татарстанцев обстановку в межнациональных отношениях называют доброжелательной. С оптимизмом жители республики смотрят и в будущее, считая, что жизнь станет лучше. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Не вселяет пока татарстанцам оптимизма погода, об ее ухудшении сообщают синоптики. Снег, туман и гололед. А дорожники с капризами природы столкнулись уже сегодня. Справляются ли в такой снегопад техника? Ситуацию оценили на федеральных трассах. Везде ли можно проехать с ветерком? Лейна Зинатулина. По крайней мере, с ветерком сегодня ездит снегоуборочная техника. Туда и обратно по несколько раз. Разгребать приходится больше тысячи километров дорог. Как говорят водители, снегопад накрыл не только Татарстан. Метель, снег, гололед. Урал стоит. В Татарстане более-менее нормально. В Самарской области здесь не очень дорога перед Татарией. Маленькая, разбитая. Но в Татарии лучшие дороги. Ну чистят, но метят они, не успевают убирать. 340 единиц техники и почти полторы сотни тысяч тонн противолетных смесей. Такой запас на зиму приготовили для федеральных дорог республики. За ситуацией в реальном режиме следят комплексные посты. Стоит целое оборудование метеодатчиков, а также видеокамера. Таких у нас постов в республике Татарстан 40 штук. То есть в среднем получается один пост на 27 километров. В поселке Сокуры зиму встречает уже обновленная дорога. В этом году ее расширили до четырех полос, поставили светофор. Спокойнее стало людям. Люди уверены стали в безопасности. Безопаснее стал и участок М7, который в народе прозвали дорогой смерти. Убрали поворот, построили развязки и надземные переходы. Четыре полосы, барьерное ограждение и хорошее освещение. Это стандарт дорог первой категории. В Татарстане на М7 в направлении Казань-Челны остаются три наиболее аварийных участка, которые этим требованиям не соответствуют. Уже в следующем году их сделают безопасными. На глобальных перспективах, если говорить, то, естественно, к гостям вокруг Казани надо все привести в порядок. Сейчас о проблемах на федеральных дорогах можно сообщать в диспетчерскую службу по номеру 273-5408. Лина Зинатульна, Иншат Мухаммедов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. В сельхозпотере к концу года в Татарстане не досчитались нескольких тысяч голов крупного рогатого скота. Оказалось, что он умирал не только от падежи. Некоторых пустили под нож. В списке аутсайдеров 17 районов. Арский, Муслюмовский, Альметьевский и Нижнекамский. Причины самые разные. Однако обосновать придется. Этого потребовал президент. Рамиль Шайдулин о том, как завязывалась история. В агрофирме «Казанка» за полгода потеряли больше половины поголовья. Они опустили под нож. У одних был мастит, другие не давали молока, третьи – потомство. Были такие коровы. Не то, что были. Их было много. Допустим, в одном вымене только молоко. В двух там. Это уже, считай, уже не корова. Всего за год район потерял 1700 голов скота. Так вместе с Муслюмовским, Нижнекамским, Альметьевским и Арским. Альметьевский район вошел в список аутсайдеров по животноводству. На правительственном уровне гадали, почему. Давайте главы, которые буксуют по животноводству, сделаем им трехдневный семинар. Основу животноводства, чтобы мы им рассказали, как рацион составляется. Сенаж, фураж, зерно. Варски кормят тем же, что и раньше. Резкий упад здесь объясняют другим. В марте на старые фермы пришли новые инвесторы. Им досталось не очень продуктивное поголовье. Поэтому, в первую очередь, начали заниматься обновлением стада. Выбраковкой стада. Получается, сегодня на фермах остались только самые здоровые. Уже с ними в планах владельцев получить новое продуктивное стадо. А вот новое поголовье от отборных родителей. Поэтому отборными можно считать их. Это становится видно через месяц. На телятах ни одного физического дефекта. Поэтому снижение поголовья арцы считают оправданным. А пока свою лепту в его сохранение вносят фермеры. Один из таких, кто никогда не выходил за мясом на рынок, ранильша кирзянов. Мои родители держали коров. И я вот держу. В районе уверены, что из списка отстающих они выберутся уже до конца следующего года. А летом в лидеры их выведет уже обновленные поголовья. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. Место подвигу есть всегда. Сегодня по всей республике чествовали героев. Страна отмечает День Героев России. Цветы к вечному огню, минуты молчания и слова благодарности живым. Этот день появился еще при Екатерине Второй. Потом при большевиках его отменили. А возродили 10 лет назад. С героями нашего времени пообщалась Анна Гротнова. Парк Победы. Тысячи цветов. Как в руках взрослых, так и детей. Здесь вспоминают тех, кто отдал жизнь за Отечество. И размышляют, я бы смог так, как они. Я сам иногда себе задаю вопрос. А я так бы смог сделать? Я бы пошел на смерть ради Родины. В одном зале Казанской ратуши военные учителя, работники сельского хозяйства и предприятий. Любовь Смирнова проработала на Оргсинтезе 41 год. Практически с основания завода. Ударная комсомольская стройка вырастила героя соцтруда. Я знала, что на таком запасном производстве за нами стоит город. И мы всегда должны были работать четко и хорошо. Сейчас в Татарстане живут 26 героев соцтруда. Среди них Ельдус Мастюков. Генеральный конструктор секретной радиолокационной системы опознавания страны свой-чужой. Он и сейчас на трудовом посту. Я еще продолжаю работать в институте НИИ радиоэлектроники, в котором я в свое время, 28 лет, был генеральным конструктором и директором института. В России место для героизма огромное просто. Больше, меньше нас дело не в этом, а важно, чтобы обеспечить безопасность и благополучность страны. К сожалению, нет тех, кто сложил головы за правое дело, за родину, не потеряв свою честь. Мы их помним, гордимся нашими земляками. Сегодня в Татарстане живет единственный герой Советского Союза Борис Кузнецов. Три героя России, пять полных кавалеров Ордена Славы и один герой труда России. Это Ментимир Шамиев, получивший звание в этом году. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Герой нашего времени Владимир Вавилов получил госнаграду за создание первого в Казани хосписа. Указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Размер премии 2,5 миллиона рублей. Все деньги пойдут на строительство нового стационара, сообщил нам Вавилов. О человеке с большим сердцем. Репортаж Динары Камиловой. Хочешь у нас еще побыть, да? Угу. Для каждого маленького постояльца хосписа Владимир Вавилов друг. Семь лет назад он основал первый в республике хоспис для детей. Здесь словом и делом помогают облегчить состояние тех, кого вылечить медицина не может. Когда дочка у меня, Анжела, умирала, в реанимации меня не пустили. А я уже знал, что за рубежом есть такие заведения, как хоспис, я стал об этом изучать. Семь лет мы к этому шли, к работе над проектом. На, Воломчик. А? Экси все будет, экси. Все хорошо будет. Он у нас герой, он молодец. За такую работу Владимиру Вавилову госпремия от президента Путина 2,5 миллиона рублей. Деньги потратят на строительство второй очереди хосписа. Все деньги, которые мы зарабатываем, которые любыми путями, это все идет на работу нашего хосписа. Премия, это все копилка пойдет в хоспис. Услышав эту новость, за Владимира Вавилова порадовались не только близкие друзья. Решение поддержали и коллеги. С нами советовался, как организовать работу. Он в буквальном смысле является примером служения своему народу. Всенародным обещает быть и второй хоспис. На его строительство неравнодушные уже собрали более 20 миллионов рублей. Но надо в 10 раз больше. Помочь можно просто. Отправьте слово Анжела на номер 7715. Динара Камалова, Марат Зайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Нам есть кем гордиться и с кого брать пример. Сегодня в Казани вспоминали нашего земляка Михаила Девятаева. Его подвиг изменил ход Великой Отечественной войны. Говорили на встрече о легендарном летчике. Наш следующий репортаж. Одна из таких дат. 9 декабря. День героев Отечества. Он не раз побеждал судьбу и самого себя. Когда бежал из фашистского плена. Когда спасая товарищей угнал секретного аэродрома бомбардировщик. И потом мирное время он стал первым испытателем водных ракет и метеоров. Сейчас герою нужно победить еще раз. Победить время. Это было событие. Входил Девятаев. Рассказывал правду об этой войне. И своем участии в этом великом подвиге. Героем Девятаев стал не сразу. Сначала угнал из-под носа фашистов ракет-носитель. А потом допросы в НКВД. Его спас Сергей Королев. Великий конструктор расшифровал документы, которые летчик вывез из секретной базы. Так были созданы прототипы баллистических ракет. А Девятаев спустя 13 лет стал героем Советского Союза. Нигде он так не представлялся. Наоборот, любил прятать звездочку под шарфом или еще чем-нибудь. Я упал с отцом и возил его, скажем, в тюрьмы. С трудными подростками. Вот где его слушали больше всего. Потому что вот там было совсем другое. Подвиг Девятаева – это мировой бестселлер. О нем сняты 14 фильмов. А недавно, к 100-летию героя, презентован еще один. Российский проект «Побег из Узи-дома». Без дружбы невозможно. Потому что каждый должен иметь плечо соседа своего. По самолету, по этому самому. Иначе это невозможно. Думаешь, а вернешься ли ты домой? В большинстве своем современная молодежь узнает о подвигах героев именно из социальных сетей и военно-патриотических фильмов, которые в данное время набирают большую популярность. Сегодня истории героев получают новую жизнь. В интернете тысячи лайков набирают фильмы о таких подвигах. Получается жива память. Юлия Андреева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Программисты, системные администраторы, дизайнеры, веб-разработчики. И это еще не все специалисты, которые с этого дня будут соревноваться в Иннополисе. Здесь открылся IT-чемпионат по стандартам WorldSkills. 100 конкурсантов из 10 регионов России. Вот так вот сейчас выглядит площадка, где в ближайшие дни будут соревноваться айтишники. DigitalSkills – это первый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills. Можно посмотреть, как они сейчас, собственно, что-то тестируют, проверяют. Все основные соревнования начнутся завтра. Сегодня запускали чемпионат. Участвовал в нем министр связи Николай Никифоров, президент Атарстана Руслан Миниханов. Достаточно все было символичным, все запускалось с помощью отпечатки пальцев. И сегодня говорят на чемпионате, собственно, о кадрах, как подготовить будущих айтишников в условиях цифровизации. Кадры для IT-отрасли сейчас готовят 10 вузов. Это порядка 1400 специалистов в год. Большинство участников, как минимум, из 10 регионов страны. Вот за нами москвичи, есть их символ, герб, собственно. На чемпионат приехали и зарубежные гости, например, из Ирана. Вообще, участники айтишники говорят, что для них важно не только участие, но и, собственно, обмен опытом, который они могут здесь получить. Здесь мне бы хотелось улучшить свои навыки, узнать о других странах и то, что им нужно сейчас в сфере IT-технологий. Чемпионат продлится ближайшие два дня и все итоги подведут 15 декабря. Альбина Минебаева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Иннополис. Снова покорять бездорожье лучшие автопилоты планеты вновь соберутся для участия в ралли «Шелковый путь-2018». В этом году впервые старт ралли в китайском Сиане. Гонка начнется 15 июля и финиширует 29 в Москве. Некоторые подробности маршрута ралли сегодня в Москве раскрыл руководитель соревнований Камазовец Владимир Чагин. Он будет уникальным по сложности и интересным для спортсменов. В этом году в ралли не будет мотоциклистов. Стараемся сделать меньшее количество километров по асфальту для участников. Прекрасно понимая, что современные гоночные полноприводные машины, которые имеют большое количество лошадиных сил, суперпоказатели в динамике, им неинтересно ехать по асфальту, но тем не менее такой трансконтинентальный маршрут это не исключает. Ледовый городок переезжает, а елка на ярмарке обойдется в минимум в 300 рублей. Казань готовится к новогодним гуляниям. По всему городу открываются елочные базары, строятся снежные горки и ледовые скульптуры. Первую предновогоднюю афишу подготовил Слават Мухаммадуллин. Театр кукол теряет своих зимних зрителей из-за конструкции для летнего цветочного фестиваля, привычный для многих ледовый городок переезжает. В новом году он будет на площади тысячелетия. Здесь же вырастет и главная елка столицы. Зажжется она и откроется ледовую скульптуру 29 декабря. Но перед этим новогодние елки откроются в каждом районе Казани. Марафон начнется 21 декабря в Приворском районе. Кстати, впервые свой зеленый символ Нового года появится и Слават Купере. Бесконечно рассекать по льду, показать из горок и на лыжах и увидеть французский театр. Предлагают Казанские парки. Кстати, на Черном озере после долгого перерыва откроется каток аж на 6000 квадратных метров. Новогодние праздники это семейный праздник. Я думаю, что все будут за столами встречать, посмотрят обращение традиционное. А все новогодние елочные комплексы будут работать в новогоднюю ночь. Но новогодним застольем и салютом праздник не закончится. Народное гуляние продолжится до самого Рождества. Для казанцев и гостей будут открыты музеи и театры. И, конечно, продолжатся новогодние представления на праздничных Майданах. Слават Ухмадулин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Кормят, греют и даже построили дом на воде. В Казани на озере Кабан начал свою работу так называемый «Зеленый уголок». Он создан силами жителей города, сотрудников близлежащих предприятий и экологами республики. Здесь утки и лебеди живут в своем доме, питаются три раза в день и могут плавать даже в самые сильные морозы. Это стало возможным благодаря специальному насосу. Он производит циркуляцию воды так, что она не замерзнет даже в самые суровые морозы. Кроме того, такая аэрация поможет и рыбе, которая после становления льда задыхается от нехватки кислорода. Включается либо один, либо два насоса в зависимости от температурного режима. То есть при пронижении температуры включаются два насоса, которые усиливают течение на данном участке, что опять же препятствует восстановлению ледного покрова. Ледовый городок переезжает, а елка на ярмарке обойдется в минимум в 300 рублей. Казань готовится к новогодним гуляниям. По всему городу открываются елочные базары, строятся снежные горки и ледовые скульптуры. Первую предновогоднюю афишу подготовил Слават Мухаммадуллин. Театр кукол теряет своих зимних зрителей. Из-за конструкции для летнего цветочного фестиваля, привычный для многих ледовый городок, переезжает. В новом году он выйдет на площади тысячелетия. Здесь же вырастет и главная елка столицы. Зажжется она и откроется ледовую скульптуру 29 декабря. Но перед этим новогодней елки откроются в каждом районе Казани. Марафон начнется 21 декабря в Привожском районе. Кстати, впервые свой зеленый символ Нового года появится и Слават Купере. Бесконечно рассекать по льду, пока дать из горок и на лыжах и увидеть французский театр. Предлагают Казанские парки. Кстати, на Черном озере после долгого перерыва откроется каток аж на 6000 квадратных метров. Новогодние праздники это семейный праздник. Я думаю, что все будут за столами встречать, посмотрят обращение традиционное. А все новогодние елочные комплексы будут работать в новогоднюю ночь. Но новогодним застольем и салютом праздник не закончится. Народное гуляние продолжится до самого Рождества. Для казанцев и гостей будут открыты музеи и театры. И, конечно, продолжатся новогодние представления на праздничных майданах. Слават Ухмадуллин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Впереди вас ждет прогноз погоды. Хорошего вечера. Ватерполисты казанского синтеза завершили свое выступление в Еврокубках. Второй матч против венгерского клуба прошел на домашней арене Ференс Варуша. Действующий обладатель Кубка Европы собрал в свои ряды сильнейших игроков Старого Света и нескольких олимпийских чемпионов. Отыграть 8 очков после домашнего поражения было практически нереально. Итоговый счет 12-9 в пользу венгерского коллектива. Таким образом, синтез завершил европейское турне этого сезона. Теперь все внимание будет приковано к российскому чемпионату. Прямым рейсом игроки отправились в Астрахань, где 12 и 13 декабря пройдут матчи чемпионата страны. Это колоссальный опыт, который мы приобрели. Безусловно, команда в игровом плане растет и получает этот опыт, который необходим для дальнейшего роста команды. Конечно, я доволен, что мы прошли три этапа. Четвертый на плей-офф, на вылет. И хотелось бы, конечно, немножко больше, но в данной ситуации нужно трезваться не в этой ситуации и понимать, что мы фактически сделали свой максимум. В Единой Лиге ВТБ встретились две команды, не проигравшие в сезоне ни одного матча. На паркете Баскетхолла Уникс принимал московский ЦСКА. В составе хозяев дебютировал новичок синегальский форвард Морис Ндур. Но даже он не смог остановить грозных армейцев. Тем не менее, Уникс играл достойно, но проиграл со счетом 75-88. После семи матчей в чемпионате Единой Лиги ВТБ в активе Уникса осталось 6 побед при одном поражении. В следующем туре, 17 декабря, казанцы сыграют в Астане с одноименным клубом. Татарстанский боец Шарапудин Магомедов стал чемпионом Европы по ММА, одержав победу на турнире, который завершился в немецком Дрездене. Представитель армейцевского клуба Ирбис одержал уверенную победу в первом раунде техническим нокаутом над белорусским бойцом, президентом чемпионата мира, Ехьяном Сибиро-Манком, тем самым положив золото в медальную каплику страны России. Российские бойцы произвели фуров на турнире в Германии, взяв золото во всех весовой категориях. Алмаз Гафиатов, ТНВ. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани. Тазигизата, 15, Пушкина, 54, Зорге, 11-Б. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ожидается небольшой снег и до 4 градусов мороза. На северо-востоке пройдет снег, температура воздуха составит минус 2 градуса. На севере республики пасмурно, местами снег и до 3 градусов ниже 0. На северо-западе местами снег и до минус 1 градуса. На юго-западе республики ожидается небольшой снег, температура воздуха составит минус 1 градус. В центре Татарстана облачно, снег и до 1 градуса мороза. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Фермерское хозяйство Латфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы, гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей плитой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антибригарным и декоративным покрытием. Товар для туризма и отдыха. Форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег и около 0 градусов. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите свое здоровье. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами. Как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебной грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Да, слов нет. Питание чудо. Шведский столб. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий.